Мы сегодня будем защищать наше исследование на тему ошибок и аргументации для лайфов и для чёсеров. Для начала хотелось бы вас всех поблагодарить за ваши рецензии, за ваш фидбэк. Он, в принципе, был достаточно полезным. И прежде чем мы начнем переходить к деталям, хотелось бы аргументировать наш выбор такой темы. Стоит понимать, что тема абортов в нашем обществе до сих пор стоит достаточно остро. Многим людям тяжело критически, объективно оценивать свои аргументы на тему такого вопроса, который касается этики. То есть лежит достаточно близко к их хитрою миловозрения. И также в ходе обсуждения между собой мы поняли, что раньше у нас была другая позиция на тему этого вопроса, которая сейчас изменилась. В связи с этим мы хотели проанализировать аргументы, которые навязаны на предыдущую позицию. Итак, сейчас мы перейдем к более конкретным пунктам. Предмет исследования — это ошибки в аргументации пролайферов и прочойсеров. Объект исследования — это аргументы пролайферов и прочойсеров, собственно. В исследовании были использованы такие методы, как сравнение, опрос анкетирования и метод качественного анализа с определенным набором категорий. Что это именно? Мы проанализировали основные уловки и выбрали именно те, которые чаще всего встречаются, и категориями стали такие уловки, как «Adness Recordia», «Mind Reading», «Ad Commonum», «Wishful Thinking», «Ad Circumstance». И в результате нашего исследования этот список от изначального видоизменялся к результирующему, о котором уже скажет Алиса. Теперь хотелось бы поговорить об актуальности нашей темы. Я думаю, что тема абортов даже в наше время довольно-таки трудно обсуждается в разных странах. И также нужно уметь критически подходить к аргументации до того, что сложно быть в принципе не взятым, говоря о подобных вопросах. И мы надеемся, что, возможно, наше исследование кому-то поможет определиться с позицией насчет правильности, этичности абортов. Наша первоначальная гипотеза была то, что самыми частыми ошибками входят коммутации со стороны ProLife и ProChoice. Со стороны ProLife будет апелляция коллеги, Атмосиквенциям, Атмоскопордием, Майндридинг, Со стороны ProChoice, отхомленным от киркум-станции Майндридинг и Ричвопринкен. И также очень важно понять, что целью нашего исследования было найти наиболее часто встречающиеся уловки в ходе диспута про лайферов и про-чойсеров. Итак, первым шагом нашего исследования был анализ уроков уловок наиболее популярных спикеров. Мы взяли за основу два наиболее крупных сообщества в социальной сети ВКонтакте и наткнулись там на обсуждение с названием «Ответы на возражения». Проанализировав все комментарии в этом обсуждении, мы выделили для себя 11 основных аргументов, 6 из которых вы содержали в себе уловки. Вы можете видеть их на слайде. Это Аргумент, Атмоскопордием, Атмоскопордием, Сотома, Руслан, Сунишн, Финкен, Реверация, Кривилигия. Со стороны про-чойс улова к нам встретилось меньше, было всего 4. Это были Атхомином, Консеквенцием, Руслан, Финкен и Атмилляция, Кривилигия. Также, опять-таки, стоит указать на то, что наша гипотеза не подтвердилась в полном мире уже на этом этапе, потому что мы рассчитывали на откидку инстанции со стороны про-чойс, которого не было, и мы добавили Страмат-Фелоси и Фолстерема. И от Консеквенцием по стороне про-чойс. Сейчас я вам расскажу, как мы, собственно, работали с данными. Изначально мы отсортировали огромное количество уловок из пабликов ВК, и, как вы понимаете, все они были написаны достаточно шероховато, и там было много грубых фраз, огромное количество ошибок, которые выдают в эту уловку. И мы подшлифовали их и сделали такими, чтобы люди не сразу видели в эту уловку, чтобы они казались вполне себе адекватными аргументами. Например, запрет абортов может повысить рождаемость в подростковом возрасте. Но что лучше для девушки-подростка стать умной матерью или убийцей? Фолстерема была вполне себе очевидна, но написано так, что она не сильно привлекает глаз, и таким образом создается впечатление, что это можно использовать как аргумент. Например, уловки про религию были сформулированы более корректно, с меньшей предвзятостью. Также есть несколько очень важных пунктов, на которые стоит обратить внимание. Мы составили перечень так, чтобы он полностью соответствовал цели нашего исследования. Таким образом, опция ничего или опция вставьте свой дополнительный вариант или опция как пример правильного ответа, действительно, который обоснован научно, является собой совокупность всех важных вещей, которые действительно говорят, а ворота это хорошо или плохо, искажал бы результаты. Почему? Потому что, во-первых, научный аргумент сразу бы привлекал внимание респондентов, и искажал бы статистику очень сильно. Опция ничего не соответствует цели нашего исследования. И поэтому опрос был именно таким. При этом те категории, которые мы включили в этот опрос, уже были самыми часто встречающимися уловками. То есть они прошли огромный отсев, который действительно дает им право быть теми пунктами и теми опциями, между которыми респонденты должны были выбирать. Почему студенты, а не только люди из этих сообществ, из которых мы брали эти уловки, были включены в этот опрос. Студенты являются как бы лакмусовой бумажкой того, что пропагандируют те или иные сообщества. Они могут нам показать, как мнение главных спикеров осаждается в головах людей, немного отдаленных от этого направления, и что как бы действительно осаждается в обществе. При этом важно учесть, что студентов в опросе в пропорциональном отношении было меньше, чем спикеров сообществ. Свои опросы мы размещали в сообществе «Мой аборт за выбор» и «Миллион подписей за выбор» и сами можете прочитать. Далее вы можете на этом слайде встретиться с результатами нашего исследования. Здесь достаточно наглядно, которые были инонсированы. От консеквенции был наиболее часто встречающийся уловка из обеих сторон. Далее идет вышка уфинки, также на обеих сторон. Абликация в нашем удивлении оказалась на последнем месте даже для онлайн. Оказалось, что это достаточно часто используемая уловка. И стоит отметить то, что в начале, в ведущем нашего аппетитирования, мы включили вопросы о возрасте и поле респондентов. И мы хотели бы наблюдать, есть ли какая-то корреляция между, например, полом и выбором уловок. Потому что складывается такое впечатление, что, например, уловку от комином будут больше использовать девушки. Но никакой корреляции мы не пронаблюдали, поэтому вы не можете больше ни с чем ознакомиться, потому что корреляции просто нет. Вот. Да. Итак, теперь самое страшное, что может быть с уловками, это то, когда они попадают в научные статьи. Очень интересная статья Жукова, которая содержит в себе огромное количество статистических данных, огромное количество каких-то научных обоснований, и при этом огромное количество уловок. она размещена в важном научном журнале. И сейчас этот журнал ведет спор с огромным количеством людей, которые говорят о том, что этого не должно быть в вашем журнале, это портит вашу репутацию, а журнал пытается, естественно, отстоять свой выбор. И таким образом мы можем, даже из споров людей на тему этого исследования, увидеть, что уловки порой очень сильно могут повлиять на статус исследования, если они там есть. Пример таких уловок, которые мы там нашли, могут быть Эдмис Рекорде. Аборт – страшное зло, придуманное человечеством, имеющие необратимые последствия. Для того, чтобы понять, необходимо представлять, что такое аборт, человеческая жизнь начинается с момента зачатия. К 12 неделям он дышит, глотает, переваривает, выделяет. То есть здесь говорится о том, что именно надо смотреть на живое существо, которое создается внутри человека, и вы несете моральную ответственность, и вам должно быть жалко то милое существо, которое живет в вас. Огромное количество других уловок также было найдено в этой статье, что в принципе показывает нам несостоятельность людей, которые используют уловки в своих научных работах. Поэтому очень важно уметь измечить уловку, и действительно хороший аргумент. Иначе мы запутаемся в огромном количестве информации, которая существует в просторах интернета и в нашей жизни. Ну и наконец, хотелось бы познакомить вас еще раз с нашими выводами. Наиболее частным аргументом с обеих сторон оказалось алт-консеквенциям, и на этом месте расположилась пешку клинкин, то есть наша гипотеза подтвердилась не в полной мере. Мы достигли своей цели, которая, еще раз напоминаю, была выделить наиболее часто встречающиеся уловки. Мы ее достигли, изучив различную аргументацию, которая представлена на открытых достанствах в интернете. И мы считаем, что наше исследование помогло нам самим лучше ориентироваться в критическом мышлении, так как мы проинализировали огромное количество правильных и неправильных аргументов. И мы надеемся, что оно будет полезно всем тем, кто вступает в диспут на такие спорные вопросы, касающиеся этики, не хочет допускать ошибок, либо хочет замечать ошибки своего оппонента. Вот. Всем спасибо. Теперь вы можете задать вашу вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ